Нет, ничего хорошего не происходит. Россия не является и не может являться островком стабильности в мире экономического кризиса. Таких островков нет. И Китай тоже не островок стабильности. Недавно министр экономики заявил, что у нас рецессия, с которой мы столкнемся лицом к лицу уже осенью. Но, судя по словам многих экспертов, он смягчил ситуацию. Мы с ней уже столкнулись. Поэтому ситуация достаточно жесткая. Она усугубляется тем, что у нас не проведены необходимые экономические реформы. У нас не реформированная экономика, она остается исключительно зависимой от экспорта энергоресурсов. Ситуация с энергоресурсами в мире меняется. И не только вследствие сланцевой революции, которая происходит и которая фактически обесценивает наш газ. Одно из наших главных бюджетных богатств. Но и вследствие того, что идет кризис, это замкнутый круг. Мир перестраивается, ему не нужно такое количество естественных энергоресурсов. Поэтому, вследствие всего этого, у нас сейчас нет тех, что были раньше, рецептов спасения от кризиса. И мы оказались в очень жесткой ситуации. В наиболее жесткой ситуации, естественно, оказывается правительство, потому что оно отвечает за экономику. Николай Горович, скажите, пожалуйста,